Эй, мужики! Односельчане! Что это вы хулиганите? Спокойно, тётка. Они не хулиганят. Они по распоряжению председателя Перетрахченко меняют вывеску с названием колхоза. Ничего себе! И как же теперь наш колхоз будет называться? Ни за что не догадаешься. Мы теперь не колхоз, а Эмирет – светлый жах. И теперь мы тебе не какие-то мужики, а нефтяные шейхи. Нефтяные? Зашибись, колёсный трактор! А нефть-то откуда возьмётся? А нефтью, Клавдия, у нас вот-вот прорвёт до вешенства. Вот такая гениальная мысль на меня обвалилась. Что, опять? Опять, Клавдия. Ты ж знаешь, что меня везде постоянно преследуют умные мысли. Знаю, товарищ председатель. Только вы бегаете быстро, и они вас не могут догнать. Вы же эту нефть уже не в первый раз ищете. Что ж раньше-то её не находили? Ты, я вижу, Клавдия, не сдержанная женщина с неразвитым мыслительным аппаратом. Просто, чтобы найти нефть, надо глубже копать. Чтобы из недр пила нефть, принимайте меры. То, что здесь её нет, в это я не верю. Как так нет? Что за бред? Ройте, что есть силы. Сейчас издал я декрет, чтобы она забила. Чтоб, как в сказке, приснула нефть, мы не станем долго терпеть. Я начну с природой убой. Всех отправим в провал забой. К шейкам я летал за марат. Нефть просим, но всё было зра. Здесь копать настала пора. Чтобы нефть забила. Дорогие товарищи женщины и остальные колхозники, сейчас на ваших глазах стартовали долгожданные поиски природных богатств. Ещё немного, и, как я давно обещал, у нас этой самой нефтью обязательно прорвёт. Природа нам поможет. Как вы думаете, ставка на помощь природы правильная? Конечно, правильная. Она же, эта самая природа, на наших руководителях отдохнула. Так ведь? А вот теперь пора и поработать. Итак, товарищи, начинаем выездное заседание правления нашего колхоза. В повестке дня основной вопрос, как будем искать эту чёртову нефть? У меня есть идея. Что, если на этот раз обратиться к окулистам? А при чём тут окулисты? А при том, что сам товарищ Перетрахченко указывает нам на причину прошлых неудач. Вот вспомните. Нутром чую, что у нас есть нефть, которую мы ещё не видим. Слышали? Ясно сказано. Это из-за плохого зрения мы не способны обнаружить ценные углеводороды. Ну, это ты, товарищ Такей, насчёт плохого зрения загнул. Зрение у нас, ого-го! Да, только мы в правлении способны увидеть в экономике нашего колхоза успехи, которые, кроме нас, никто больше не видит. И потом, поиск нефть и нехлавное. Главное – обнадёжить народ её скорым открытием и надеждой на грядущее процветание. А если вместо процветания в очередной раз пробьём дно, как будем это народу объяснять? А что тут объяснять? Народ же не мамонты, сами не вымрут. Мудаки! О том, что изображено на этом плакате, нам расскажет наш героический участковый товарищ Чупак-Обраков. Да вот нефть ищем. Решили не изобретать велосипед и объявили эту нефть во всеколхозный розыск. Получается, что нефть тоже преступник? Конечно, преступник, мля. Ведь она упорно не желает быть найденной. Очевидно, что этот пресловутый углеводород вредит нашему колхозу, наглядно демонстрируя свою антиконституционную природу. Но не волнуйтесь, мля. Никуда эта нефть от нас не скроется. Ещё не таких ловили. И, кстати, мне доложили, что по этому делу уже есть подвижки. Итак, гражданин отморозок, зачитываю вам ваши признательные показания. Подозреваемый признался в том, что по заданию ЦРУ украл в колхозе светлый жах все залежи нефти и тайно вывез это всенародное достояние на запад. Это же бред. Ничего такого я не говорил и больше вообще ничего не скажу. Воля ваша, гражданин подозреваемый. Напоминаю, вы имеете право хранить молчание. Особенно, когда вас бьют. И на этот случай у нас есть и другое ваше чистосердечное признание. Зачитываю. В ходе допроса обвиняемому были представлены неопровержимые доказательства, в результате чего у него от волнения пошла кровь из носа, выпало четыре зуба и сломались два ребра. Ну что, теперь готовы признаться в краже нашей нефти? Да что же это у нас за система такая? Кто еще правосудие? Запомните, гражданин, наша колхозная суверенная система правосудия называется РАСПРАВОСУДИЕМ МЛЕК! Представляешь, Степаныч, если мы до нефти докопаемся, то тогда нефть у нас будет дешевле, чем вода. Ты не мечтай, Петрович. При нашем перотраженка все будет наоборот. Это как? У нас не нефть будет дешевле, а вода дороже. Докладываю. Оперативно-розыскные мероприятия по поиску нефти пока не дали результатов. В связи с этим допускаю, что нефть, как и многие другие отморозки, могла податься в эмиграцию. Более ста человек на Окрестина уже дали показания в том, что лично помогали ей сбежать. Как будем выходить из положения, товарищи правления? Может, нам церковь подключить, как делают коллеги в России? Точно! Пускай устроят молебен за то, чтобы нашлась нефть. А что? Неплохая идея. Товарищ Терпель, проинструктируйте церковь в этом направлении и пусть заодно озвучат новые заповеди, которые отражают наш светлый колхозный путь. Пресвятой углеводородице, все кормящей за нахождение нефти в нашем колхозе, помолимся. И дабы найти эту нефть, будем же соблюдать заповеди. В том числе и новые, утвержденные правлением колхоза нашего. Запомните от руки, если правительство залезло к вам в левый карман, то подставьте правый, и да воздастся каждому по делам его. Аминь. С призывом к воздаянию вы, батюшка, переборщили. А что я не так сказал? Каждому воздастся по делам его. Это же фундаментальная библейская истина. Эта ваша истина, батюшка, попахивает экстремизмом. Нечего членов правления пугать. Есть! Есть, товарищ Прочинатель! Что есть? Все, как вы и предсказывали. Помните, вы говорили, что нефтью у нас обязательно где-то прорвет? Конечно, помню. Так вот, корову нашу начала пучить. Судя по всему, сейчас действительно прорвет той самой нефтью. Все, как вы говорили. А я ж говорил, нутром чувствовал, что прорвет, что у нас тут будет море нефти. Кстати, безголовченко, надо срочно предупредить людей, чтоб, не дай бог, не утонули. Нутром я все чумил и видел во сне, что нефти у нас где-то море. Осталось бы только найти его мне, Не знал бы меды я и гора, Забил бы на всех кредиторов Раз нефти есть море. Еще б вам и газа, вы б вообще были бы неподопляемым. Ведь сколько к одну я и шел, и тонул, И в Кремль приболзал на коленях. Чтоб газа и нефти Вован мне плеснул, Чтоб крыси Сад срочить на время. Достало меня Это бремя Найти мне Сад срочить на время. Сад срочить на время. Чулась, Абровка, Пират Рахченко кажуть, Вось-вось нафту знойдзе, И житчё Одразу выправиться. Это ж чего же ты, дурын, Да так ршила? Так я сама Чытала у газете. Британские Навукоуцы Стварджают, Што при коште Барреля нафты У сто баксов, Чиновники Тупа не паспевают Тырыть У всех эти гроши. И тады Украине Пачинается Экономичный рост. А ты уже И рот Разярила. Брыхня это. Просто твои Британские Ахламоны Не знают Наших чиновников. Наших Нефть и по сто пятьдесят Не напугает. Всё расташут. И вообще запомни, Чё бы в нашем колхозе Не происходило, Это всё равно Приводит Только к одному Результату. Для кого? К росту цену В нашем продмане. Внимание, внимание. Срочно сообщаем Последние новости. Для обеспечения Бесперебойного потребления Продуктов питания Жителями колхоза На всех мусорных Контейнерах Будет крупными буквами Написано Кушать подано. Карл! Карл! Дорогие товарищи женщины И другие работники колхоза. Как я и обещал, Вот-вот сбудутся наши Всеколхозные мечты. Нашу кормилицу, Нашу корову Наконец-то прорвёт Долгожданной нефтью. Это событие Откроет для нашего колхоза Невиданные перспективы Моего процветания. Судите сами, За последние 26 лет Это процветание Настолько выросло, Что даже 18 моих резиденций Для размещения меня Уже недостаточно. И вот сейчас Вы станете свидетелями Очередного нашего прорыва. Внимание, Приготовились! Ну что, Безголовченко, Какой марки наша нефть? Уралс Или всё-таки Брэнд? По-моему, Товарищ Перутрахченко, Она совершенно Новой марки. Это не похоже на нефть. Это, Как бы помягче выразиться. Это дерьмо, бля. Товарищ председатель, Надо успокоить население. Сам вижу. Спокойно, товарищи, Спокойно. Ничего страшного Не произошло. Просто В связи С технической Невозможностью Выкачивания нефти Из коровы Мы будем Выкачивать Уже не нефть, А сразу деньги. Причём Браво Из ваших карманов Для вашего же плана. Не волнуйтесь, Это ненадолго. Одновременно Мы продолжим Поиск полезных Ископаемых. Например, Тех же алмазов. Уверен, Что где-то Прямо под нами Находятся Огромнейшие Запасы Алмазов. И ими Обязательно Прорвёт. Ну, просто Нутром это чувствую. Жестная шальшина. С чёрным сёлатом Снова облом. Его поиск Полнейший дурдом. Мы решили Идти на пролом. И что тысячи Скважин пропьём. Говору Нам повезёт. Председатель ваш Вам скоро всё найдёт. А пока Наоборот Неприятный Поворот Председателю Немножко Не везёт. Ну, зачем Эта вся Суета И возня С поголовьем Скота Я займусь Тектоничным Пластом Ископаемых Залежи Ты же в нём Убеждён Мне повезёт Газ Бесплатный С этой скважины Пойдёт Я уверен, Что вот-вот Ну, конечно же, вот-вот В этот раз Меня чутьё не подведёт Углубляйтесь Углубляйтесь Ещё На версту Там Богатства Несметные Ждут Мы их Честно Разделим Потом Чтоб Не париться В прайд Со скотом Жесточайше Повезёт Часть камнями Драгоценными Прорвёт Я уверен, Что вот-вот Ну, конечно же, вот-вот Голос внутренне Меня не подведёт Причидателем Движет мечта Он черней, Чем сама Чернота Как тот чёрный Копатель С трудом Пробиваю Я пласт За пластом Говорит Нам повезёт Председатель Точно что-нибудь Найдёт А пока Наоборот Неприятный Поворот Председателю Немножко Не везёт Непонятно Почему Мне не везёт Почему Ну, почему Нам не везёт Дорогие товарищи Электораты И электоратки Завираю вас Что мы Управлении Колхоза Светлый Жах Уверенно Держим руку На пульсе Ваших Всеколхозных Мнений И прекрасно Понимаем Что вам Необходимы Пирамены Успокойтесь Будут вам Эти пирамены Правление Колхоза Во главе С бессменным Председателем Товарищем Пиратрахченко Ответственно Обещает Радикально Изменить Курс Развития Наших Колхоза На 360 градусов Продолжение следует